В Гонконге продолжаются протесты в ответ на принятие Китаем закона об обеспечении национальной безопасности в этом административном районе. Как заявляют в Пекине, документ, принятый в конце июня, нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами, и предусматривает в качестве высшей меры наказания за них пожизненное заключение. По мнению протестующих, этот закон положит конец свободе слова. Журналист телеканала Евроньюз связался с одним из самых известных молодых активистов-демократов из Гонконга. Натан Лоу бежал из страны на прошлой неделе и в данный момент находится в Лондоне, в безопасном месте. Это конец Гонконга, который вы знали? Да, безусловно, Гонконг был маяком свободы в Азии. Но, как видите, в соответствии с законом о национальной безопасности, наша свобода слова уничтожается. И принцип «одна страна, две системы» перестал действовать после того, как был принят закон о национальной безопасности. Согласно опубликованному в среду сообщению МВД Соединенного Королевства, Великобритания намерена с января 2021 года открыть возможности для подачи документов на визу для гонконгцев со статусом британских, подданных за рубежом. Существуют опасения, что закон о национальной безопасности Китая может быть применен кому угодно и где угодно. И активисты говорят, что хотели бы увидеть более решительные меры по противодействию влиянию китайского правительства здесь, в Великобритании. Для таких людей, как Натан, это реальная и очень серьезная угроза. Конечно, возможно, это будет слежка, личное преследование или даже физическое насилие. Я передвигаюсь регулярно, но я очень бдителен и осторожен за всеми, кто меня окружает. Поэтому я чувствую себя в безопасности. Так может ли британское правительство сделать больше? Я тесно сотрудничал с моим немецким коллегой и с комитетами по иностранным делам в таких странах, как Чешская Республика и во многих других, с тем, чтобы наладить совместные действия. Но я думаю, что дальше я хотел бы увидеть, как мы применяем санкции типа закона Магнитского к тем, кто нарушает права человека в Синчине. А пока Натан призывает европейцев лоббировать этот вопрос перед их правительствами. Вы должны рассматривать это как нашу коллективную ответственность. Таким образом, британское правительство уже наметило пути оказания помощи гражданам Гонконга и призывает последовать за ним европейских партнеров. Продолжение следует...